приветствую вас друзья мои с вами опять садридин и сегодняшнее мое видео посвящается моему опробованию нового для меня способа написание акварельными красками картины на холсте натянутом на панель холст у меня размером 16 на 20 я сделал рамку малярным скотчем и мягкой кистью плоской из синтетики покрыл грунтом от компании дэниел смит дэниел смит выпускает разные грунты для акварельных красок чтобы можно было покрывать дерево стекло пластик материал холст можем был покрывать этим грунтом и писать как по бумаге вот это я приобрел и как говорится сделал такое покрытие этим грунтом грунт и они выпускают разные значит золотистый белый черный грунт у меня в данном данном случае girl send white перламутровый белый мне он почему-то больше понравился я еще пока их не пробовал на деле но вот так визуально мне этот грунт понравился больше я вот покрыл этим girl send white вот этот холст как я уже сказал размером 16 на 20 и на ней буду писать картину так что друзья мои пожелайте мне удачи для меня это впервые посмотрим какая будет разница какие будут эффекты это все смотрим в результате окончанию работы в процессе работ конечно и по окончанию работы я вот нанес композицию здесь будет солнце здесь вот деревья среднего плана здесь вот есть деревья дальнего плана здесь деревья среднего плана и здесь и деревья среднего плана хулисное значит размещение и здесь будет большой подсолнух ну и тут будут подсолнухи здесь у меня будут облака здесь облака и солнце с лучами будут освещать посмотрел когда чертил наносил композицию так легкую карандашом вижу немного шероховато я вот решил немного шкурочкой пройтись сейчас сдуем да шероховатость убралась стала гладко как бумага совершенно другой разговор значит запомните если будете делать тоже как я покрывать значит грунтом для акварельной работы надо будет вот такая у меня наждачная бумага очень-очень тонкая я хочу вам показать такая очень тонкая наждачная бумага которым я обработал поверхность и стало очень приятно на ощупь как бумага вот друзья мои я нанес композицию рисунки сделал более выразительными теперь немного нанес маскинга и стать которые не должны закрашиваться потом буду подправлять необходимым цветом но этот инструмент меня не очень понравился до источка такая как маркер плохо наносит по моему ну результат посмотрим по моему есть емкости жидкие которые наносится кисточками кисточкой по моему было бы намного эффективнее теперь приступаем к рисованию живописи акварельными красками которые у меня есть здесь у меня акварельные краски акварельные краски в основном м грэма это очень пигментированные краски на медовой основе и немного есть краски даниила смит это у меня вот здесь вот ханза и лу даниил смит и лу охра даниил смит transparent red iron oxide даниил смит краски и alizarin crimson также ультрамарин виолет краска даниил смит лавандер даниил смит блудстон даниил смит и марс краска у меня тернар арт остальные они все краски значит у меня вот некий а за елов это мак грэма и конечно я всеми ими не буду пользоваться но время пока что вот эти кисть я сейчас пока заводчу подготовлю местам не путин кисть да винчи в основном я наверное буду работать и кистьями есть еще маленькая круглая кисть синтетика если кого-то интересует значит большая кисть у меня 30 размер на винчи для меня средняя кисть это четвертый размер принста непчун для кого-то это тоже большая кисть но для меня среднем и маленькая кисть 6 размера бениси для моего пейзажа по моему да будет достаточно этих трех кистей и так продолжаем мы сначала нанесем охру желтую подготовим краску для него на коридона самую малость ультрамарин виолетт на него смит манджен добавим и ультрамарин виолетт и ультрамарин виолетт ультрамарин виолетт и ультрамарин виолетт и и ультрамарин виолетт и ультрамарин виолетт и д л и Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья мои, я вот сделал первичную подмалевку. Теперь мне надо будет делать уточнение. Я хочу здесь вот изобразить облака, более тёмные облака, здесь более светлые облака. Здесь, естественно, значит, восход солнца идёт, и поэтому от него будут ещё отходить лучи. И это подсолнуховое поле я должен заполнить полностью. Ближний план я подсолнухи, цветы подсолнуха, наверное, нанёс. Их надо будет более выразительно работать с оттенками ещё. И здесь вот нижняя часть, зелёная часть, передний план. Здесь, значит, несколько выразительных листьев подсолнуха. Сам стебель подсолнуха нанести на одном, на двух подсолнухах. Я хочу ещё сказать насчёт первых впечатлений по рисованию на грунте от компании Дэниел Смит, который я нанёс на холст поверх грунтовки. Нанёс, как я сказал, грунтовку от компании Дэниел Смит перламутровую. Как отражаться будут цвета, это в конце работы мы увидим всё. Но вот такое моё впечатление первое такое, что, значит, я нанёс всего один слой, и думаю, этого будет маловато. Почему? Потому что краска очень медленно впитывается в поверхность. На поверхности она долго держится вот такими вот лужами. Остаются лужи, и они очень долго сохнут. Это говорит о том, что она вниз не впитывается. И ещё второе, самое необходимое. Я когда наносил с большим количеством воды краску, я это, конечно, в видео не показал, но и когда я хотел, чтобы оно стекало так вот, чтобы здесь было светлее, и туда стекал этот, значит, градиент, чтобы хороший получился. Краска движется плохо. Это опять, наверное, от того, что грунтовка у меня недостаточная. Может быть. А может, какая-то другая причина, которую я потом ещё по ходу выясню, и в конце сделаю опять же обобщение. Подытожу. Ну, пока на этом основные замечания я высказал, и теперь продолжаю писать картину. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Друзья, я закончил мою картину. Подводя итоги, что я могу сказать? Картина, которая получилась мне самому нравится. Как я уже говорил, я написал на холсте размером 16х20. Это холст на панели, который я заново покрыл сверху грунтом от компании Дэниел Смит. Во время работы я заметил, что однослойное покрытие недостаточно, по-моему, я так считаю. Почему? Потому что когда я писал по этому холсту, я чувствовал разницу, большую разницу, чем письма на бумаге. Конечно, разница будет, но все-таки грунт это специально сделанный, который приближен к бумаге. И на самом деле на ощупь, когда я щупал его, гладил, проводил рукой, действительно было ощущение бумаги. Но, видимо, я сделал тонкий слой, надо было больше покрыть вторым и третьим слоем. Тогда было бы лучше по ней работать. Краска лучше бы двигалась, особенно при градиентной заливке. Я чувствовал, что краска плохо движется. Еще, я уже говорил, основные замечания, от того, что слой был тонкий, краска медленно впитывалась. Влага уходила дольше, она находилась лужами большее время. Конечно, я в следующий раз сделаю трехслойное покрытие, чтобы ощутить разницу действительно с тем, что я сделал. Теперь осталось снять скотч. Это для нас, для художников, самое приятное, потому что работа завершена, считается. Скотч у меня широкий, поэтому пришлось его заворачивать на обратную сторону. Ну вот, пожалуйста, оценивайте работу. Пишите в комментариях, друзья мои, как вам нравится моя работа, что сделано не так, какие у вас предложения для улучшения этой работы. Я буду только рад вашим комментариям. На этом все. До свидания. С вами был Сатрегин. Пока-пока. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok